Ну что, сейчас второе видео на тему, как мы проводим свои выходные, как мы вообще отдыхаем с семьей, с друзьями. И я с удовольствием продолжу эту тему, потому что настолько это интересно рассказывать, это немножко поинтереснее, чем просто рутина. Еще хочу сказать, продолжать по Нью-Джерси, в тех местах, где можно наблюдать вечерний Манхэттен. Это такое зрелище, вы знаете, гуляешь по Манхэттену, это одно. И еще, когда ты можешь посмотреть эту же красотищу в вечернее время, это освещение, это очень красиво, и этим насладиться никогда невозможно до конца. Я теперь могу сказать четко, вечно смотреть можно на воду, на горящий огонь и, мне кажется, на вечерний Манхэттен со стороны Нью-Джерси. Это захватывающее такое зрелище, тоже, как смогла, вам показала. Хочу вам показать вечерний Манхэттен со стороны города. Смотрите, видите, здесь стоянка для яхт. Есть стоянка для машин, а это стоянка для яхт. И вон вдали, видите, это Манхэтта. Это мы были в спа, потом мы покушали, суббота, уже теплые вечера уже. Очень красиво, когда начинается освещение, очень красиво. Сейчас немножко приближу вам еще. Красиво. По правую руку мы поезжаем в статую незалежности. И в Нью-Йорку на речи Гудзон. Кто был в Львове, это вереводчик в Киеве, на Майдане незалежности. Кто не знает, про что я говорю. Кто не был, то можете поделиться на статую погоды. Попередние жития. Кто был в попереднему житии, просто не очень хорошо. Недавно я видел, в Девчонок влияние. Поэтому, Валер,我很 сильный. Слава Богу, что он сегодня, нацвече названы все в Киеве. Иван Гурбола. Валер, в госсусе. Слава Богу. Два моста, это Манхэттанский, и вот на Ганне Манхэттанский. Ночной Нью-Йорк, это прелесть. Два моста проедем, да, из-за мотора, в Галии, в Бруклинске, который висит на Манхэттену. Люблю еще, конечно, когда мы так вот спонтанно заходим в какие-то бары и слушаем живую музыку. Это тоже очень приятно. Я, как бы, не сильно для меня это что-то такое, какое-то новшество. Я в Техасе этого всего насмотрелась. Это само собой ясно. Куда ж без кино, потому что мне нужно обязательно внырять и вникать опять в английскую речь через кино. Поэтому Леша меня... Раз в неделю мы иногда ходили, потом раз в две недели ходим. Это в зависимости, насколько мы устаем или не устаем. Мы столько всего набрали в кино, что ничего не надо. Короче, собрались мы в кино. Пойдем. Как фильм называется? Слушайте, даже не знаю. Не я выбираю. Леша выбирает, и мы ходим в кино. Я сейчас вам хочу показать, как здесь красивенько. Вот такой маленький такой вот городочек. И здесь кофеюшечки, бургерные, ресторанчики, бары с дринками, маленький отельчик, данкин-дональдс, бэггельс. Короче, худею на здоровье. Йогуртная. Я не люблю эти йогурты, кстати. Они вообще не такие здесь, знаменитые. Эти йогурты. И вот здесь вот это кинотеатр. И здесь, в этом кинотеатре, мы всегда в него ходим. Почему сюда ходим? Потому что здесь не сидение, а кресло. То есть ты садишься, выдвигаешь себе, нажимаешь на рычажок, выдвигается тебе подножку такое, креселка прямо. И ты полулёжа смотришь фильм. И меня хватает где-то на час, смотрите, на английском языке. А потом я засыпаю. Потом я опять просыпаюсь. Потому что устаю я на английском смотреть, конечно. Если какая-то комедия, то, конечно, ничего. Так ещё мне на дольше хватает. Могу не заснуть. А так иногда меня английский вышибает конкретно. Леша пошёл за кофе. Вот смотрите, какие голубые цветочки. Ну всё, я отключаюсь. Всё, нету кофе? Учерек, она еле движется. Идём, пройдёмся и пойдём на уши. Подожди, а саббэ? Что саббэ? Нету кофе? А бургерной? Саббэ-то не будет? Сочи. А во сколько кино? Десять? Ещё пять. А? Без пяти. Саббэ. Да, красивенько. Мы-то другу в гости ещё ходим. И купаемся в бассейне вместе. И очень хорошо, весело и дружно проводим время с Аниными друзьями, с нашими друзьями общими. Это всё очень классно. И ты отвлекаешься опять от рутины. И с удовольствием начинаешь работать. Мы с знакомым. Сейчас будем купаться в бассейне, отдыхать, пить пиво и общаться. Ани-то наливает сладкое пиво. Это что, пиво? Вот запаха манго? Не пиво, но нет. Что это? Ну, алкогольный напиток? Конечно. Акогольный напиток с сухой рыбкой. Это орешки? Всё серьёзно? Интересно. Очень. А их кушать так надо? Прям так. Ничего себе. Они как в... Слушай, а что это сверху, эта штука? Честно, Эббис, понимаете, что это вообще за... А внутри что-то аракис внутри. Наверное. А оно как в печенье каком-то, было. Да, в чём-то каком-то чём-то. Да, аракис. Приколе. Угу. Ну что ты расскажешь? Это эти? Это цветочки, но ночью они можно включить, и они... Ну... Можно и сейчас включить, но мы ничего не увидели. Фонарики. Фонарики. Чтобы я не упала с тобой, с твоим телефоном. Мне не надо падать. Сегодня у нас сколько? 39 градусов тепла? Да. Мы находимся в Ферлоне. Считается одним из украинских русских городов. Меджерси. Украинско-русским? Ну, потому что здесь в основном евреи, русские украинцы живут. Большинство. И здесь русских магазинов много. Евреев много, почему? Ну, евреев. Ну, наши евреи, да. И не наши тоже. И не наши. Наших не наши. Что мы там кушаем, покажи. Боже мой, как вечером красиво. Просто красиво. Недавно мы ездили в Нью-Йорк. Был гей-парад. Это зрелище, конечно, нужно только видеть. Потому что такое количество скоплений людей, костюмы, все настолько преподносятся весело, шумно, с музыкой, со всем. Атмосфера, скажу, очень. Ну, умеют Америка, американцы делать праздники. Мальчик людей до двух миллионов. Если будет красочища, что смогу, то покажу вам. Мальчики полностью готовы к гей-параду. Мама, тебе надо было заухлоиться. Какой дурдом начинается. О, мой гад. Мальчик. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...